Невероятное волнение охватывает зал. Зрители ждут чуда. Актеры на сцене реакции зала. Казалось бы, только вчера был генеральный прогон, но сегодня все по-другому. Вместо пустых кресел артистов встречает живой зал. Поверят ли, поддержат. Первый премьерный показ как самый важный экзамен. Мы играли прогоны на пустой зал абсолютно, но совсем не то. В пустоту. А сейчас идет энергия. Ты посылаешь зал, и зала к тебе. Она тебя наполняет. Зритель дает. Еще у нас очень хороший зритель. В Чингенте удивительный зритель. Все говорят, все гастролеры, кто приезжает. На мой взгляд, еще надо дорабатывать спектакль, чтобы он получился в такой степени, в таком качестве, как хотелось бы и как он должен быть. Работать, работать и работать. Хоть и премьера, но это не говорит о том, что мы должны успокоиться. Мы должны его обкатывать. Главный герой, он же художественный руководитель Игорь Вербицкий, хоть и хвалит профессиональную игру коллег, но подчеркивает, что это только первый день премьеры, и нужно еще оттачивать спектакль. Постановка как глина, и только в процессе игры спектакль обретет завершающие черты. Герой-повествователь Бронден, сын белой женщины и индейского вождя, притворяется немощным, глухонемым и слабоумным. Он давно уже находится в психиатрической больнице, спасаясь в ее стенах от жестокости и равнодушия нормальной Америки. Это отделение, а фабрика в некоем зловеще с загадочным комбинате. Здесь исправляют ошибки, допущенные по соседству в церквях и школах. И в эту обитель скорби в один прекрасный день является Рэндалл Патрик Макмерфи. Спектакль «Полет над гнездом кукушки» многогранен. С большой самоотдачей работает каждый актер. И даже приглашенный для роли глухонемого вождя «Золотой голос» Казахстана и журналист Ержан Мукаш. И это его голос звучит на весь зал, передавая мысли героя. После ежедневных многочасовых репетиций выйти из образа не так просто. Даже уходя за кулисы, актер еще какое-то время продолжает играть, жить своим героем. Ну, пожалуй, два момента. Это первый момент, когда Макмерфи пытается поднять эту штуковину, и у него не получается. Вот здесь у меня сброс Андрея Алина, конечно, очень мощный. И второй момент, к которому я сейчас пытаюсь подойти и готовлюсь, это убийство этой главной медсестры Рэчет. К этому надо подойти, чтобы убить человека. Я должен внутренне к этому подойти, настроиться. Настроиться необходимо было и медсестре. Ее роль не менее сложная. Она противостоит всем обитателям психиатрической больницы и, вопреки всем проделкам, Макмерфи продолжает держать порядок. Тяжелая роль. Потому что любой актер, он должен в своем герое найти не только хорошее, но и плохое. Даже если весь сейчас зрительный зал будет считать меня неплохой и что я поступаю неправильно, моя героиня, она искренне верит в то, что она творит добро. И в этом была, наверное, первая сложность. Вторая сложность – психологически очень тяжелый спектакль, поэтому на надрыве играется. Очень нервничаю, очень переживаю. Давно ни перед каким спектаклем так не переживала. Напряжение, трагичность и комочность. Сюжетные зрители прочувствовали тоже. Спектакль произвел настоящий фурор. Посыл полета над гнездом кукушки оказался для шимкенцев простым и понятным. Очень глубокий спектакль, очень с большим смыслом, очень заставляет задуматься зрителя. Понравилось. Пришли с удовольствием и с удовольствием смотрим. Там демократия, там философия, там демократия. Но демократия не только со стороны, скажем, главного героя, который там умнее всех считается, и он может как бы всех там своим авторитетом умом придавить, а демократия чувствуется даже со стороны администрации клиники. Полет над гнездом кукушки, блестяще поставленный российским режиссером Олегом Белинским, будет идти в Южно-Казахстанском русском драматическом театре еще три дня. Пропустить такое событие невозможно.